Доброго времени суток, уважаемые зрители! С вами, как всегда, я, Олег Штейн. Сегодня в очередной рубрике «Обозрим» у нас на обзоре виниловая пластинка 17-го нового студийного альбома группы Aren Maiden, которая получила название «Синджитсу». Релиз этого творения упал на 3 сентября 2021 года. По словам вокалиста группы Брюса Диккенсона, альбом был записан еще в начале 2019 года в перерыве их мирового турне, после чего последовала долгая подготовка к выходу, на что также повлияла пандемия. Как и предыдущая их студийка, эта пластинка имеет статус «двойной альбом». Название альбома с японского переводится как «тактика и стратегия». Первый сингл с этого альбома под названием «The Writing of the Wall» вышел 15 июля 2021 года. Вследствие также был создан клип на этот трек. А 19 августа того же года был выпущен второй сингл под названием «Стратега». Автором обложки является английский иллюстратор Марк Уилкинсон, который также был автором обложки их предыдущего альбома под названием «The Book of Souls». А на самой обложке изображен маскот группы «Эдди» в облике японского самурая, держащего в руках катану. Также есть и альтернативная версия обложки, которую мы в дальнейшем увидим. Вот мы и плавно перешли к самому обзору винилового издания альбома. В нашем распоряжении имеется европейское издание на тройном черном виниле. Также альбом издавался еще в двух вариантах – на серебристо-черном мраморном виниле и на красно-черном мраморном виниле. Пластинки издавались в Европе на лейбле «Парлофон» и также в США на лейбле «Би-Эм-Джи» в тех же цветовых вариантах. Все виниловые издания являются лимитированными. Упаковка имеет форму 3-фолд, покрытие полностью глянцевое. Картон плотный и очень хорошего качества. Типография отличная, картинки четкие, насыщенные, все очень детализировано. На лицевой части присутствовал вот такой вот стикер, на котором указывалось, что это лимитированное издание на тройном 180-граммовом тяжелом виниле. И этот альбом включает в себя следующие треки, которые указаны на наклейке. На обратной стороне издания находится альтернативная обложка альбома, которую я упоминал ранее. Давайте ее посмотрим поближе. Ути какой злой! Также и на этой стороне присутствовал стикер. На нем указывался штрих-код, логотип лейбла и краткая информация об издании. Вид бокового торца. Пришло время заглянуть внутрь 3-фолда. На правом крыле присутствует трек-лист альбома. И при полном развороте мы наблюдаем вот такую вот картину. Это поле битвы, на которое сражается Эдди в образе японского самурая. Теперь давайте посмотрим во внутренние конверты. Их целых 3 штуки. На каждом конверте изображен Эдди. И тексты песен. Качество внутренних конвертов изумительное, но, к сожалению, изначально антистатических пакетов не было. Второй конверт. И третий конверт. Пришло время заглянуть внутрь конвертов. А в них мы наблюдаем идеальный черный винил. Просто потрясающего качества. Вид яблок со стороны A, B, C, D, E и F. Что касается вопроса по звуку, объективно, как обычно, я вас не сориентирую. По мне звук очень хороший в стиле Iron Maiden. Но если вам надо более компетентное мнение, предлагаю вам зайти на канал Валерона. Именно на обзор данной пластинки. Вот мы и подошли к концу этого обзора. По мне, издание достойное. Как и по оформлению, так и по содержанию. Звук потрясающий. В стиле Iron Maiden. Обязательно ознакомьтесь и приобретите эту пластинку. Если вы коллекционер, конечно же. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете об этом издании. В дальнейшем обязательно сделаем разбор на другие пластинки группы Iron Maiden. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok